Будь то работа, учеба, продажи, интервью с работодателем или экзамен, достижение успеха зависит от нашей веры в себя на 70-80%. Ведь если вы не верите в свои силы, в них не поверят и другие. Формирование уверенности в себе состоит из трех важных этапов. Первый этап – это психологическая подготовка. Второй этап – это ментальная подготовка. И третий этап – это практическая подготовка. Психологический источник нашей неуверенности в себе – это наши страхи. Например, страх совершить ошибку, страх не добиться желаемого результата, страх осуждения, страх получить отказ, страх опозориться, страх потерять репутацию и показаться слабым. Первый этап формирования уверенности в себе или этап психологической подготовки преследует цель избавиться от этих страхов и является самым основным этапом. Пройдете его успешно, и вы уже на полпути. Я предложу вам пять простых и эффективных методов избавиться от ваших страхов. Давайте начнем с первого метода. Американский психолог Кортни Уоррен однажды рассказала об очень интересном психологическом эффекте на выступлении в TED Talks. Она утверждала, что мы каждый день, как минимум десять раз говорим себе «искреннюю ложь». Искренняя ложь – это неправдивое суждение, в которое мы сами и поверили. И мы на самом деле всю нашу жизнь строим на искренней лжи. Эта ложь формирует наше восприятие реальности, влияя на наши поступки с целью заставить нас в себя поверить. Какие есть примеры этой лжи? Ну, например, мы можем считать себя самым умным человеком. Или считать себя самым воспитанным человеком. Ну или, наоборот, считать себя слабыми и бесталантливыми. Или говорить кому-то «да я не злопамятный, я никогда не держу зла на других». Хотя в действительности, когда кто-то поступает по отношению к вам плохо, вы дни и месяцы держите это внутри себя. Один из таких примеров связан с уверенностью в себе. Неуверенные в себе в какой-то сфере люди уверовали в то, что они слабые, не справляются с чем-то, что у других это получается лучше, что у них все из рук падает и так далее. С другой стороны, те, кто полностью уверены в себе, думают, что они очень сильные и в силах справиться с любой задачей, что их мозг хорошо работает и сможет сам все решить. Дело в том, что ни один из этих двоих неправ и не ошибается. Все эти утверждения ложь, но, поверив в них, мы превращаем их в свою реальность. Чтобы прибавить веры в свою способность сделать что-то, нужно сначала определить ложь, являющуюся причиной нашей неуверенности, а затем поменять ее на противоположную. Если ты считаешь себя слабым и не веришь в себя, то каждое утро, как только ты проснешься, думай об этом и постарайся заставить себя поверить. Я на самом деле очень сильный. Чем я хуже других? Я в силах справиться с любой проблемой, и что бы ни произошло, я все смогу сделать. Мой мозг, мое сознание очень сильны, они помогут мне выбраться из любой передряги. Я должен верить в себя. Вы можете подумать, что это полная чепуха, и вы просто пытаетесь себя обмануть. Но самое интересное в том, что если вы, пусть даже не веря в себя, на самом деле будете повторять эти слова, то начнете в них верить, и ваш мозг автоматически запрограммирует свои действия в соответствии с ними. Просто постоянно повторяйте их, и постарайтесь заставить себя поверить в то, что говорите. Если в результате это приведет к положительным изменениям в вашей жизни, то почему не постараться заставить себя поверить, пусть даже искусственно? В любом случае, правда в том, во что вы верите, так почему же не поверить в более лучший вариант? Теперь давайте перейдем ко второму шагу. В 99% случаев, человек не может быть неуверенными в себе в любых сферах. Когда человек говорит, что не верит в себя, он имеет в виду определенную сферу деятельности, на которой он в тот момент сфокусирован, и его неуверенность именно в этой сфере проецируется на все, что он делает. На самом же деле, люди могут быть уверены в себе при каких-то условиях и неуверены в себе при других. Например, у кого-то может быть недостаточно уверенности, чтобы признаться другому человеку в любви, но при этом он может быть полностью уверенным в своих кулинарных способностях и считать себя, ну, лучшим поваром планеты. Кто-то может быть неуверен в своей способности продавать товар, но считать себя очень способным водителем. Следовательно, второй шаг психологической подготовки – это определить конкретную сферу деятельности, в которой вы хотите повысить уверенность. Определив, в какой сфере нам не хватает уверенности, мы должны работать над ее повышением только в ней, не примешивая другие сферы. Над каждой из них мы должны работать отдельно. Третий шаг связан с мыслями о наших соперниках. Неуверенные в себе люди часто считают, что их соперникам или другим людям, выполняющим ту же работу, она дается очень легко, и они полностью в себе уверены и выполняют ее без каких-либо страхов. Но это не так. Поверьте, у всех есть эмоции и страхи, и у всех определенная степень неуверенности в себе. Никто из вас не слабее других в тысячи раз. Например, представим, что вы пришли на собеседование, и кроме вас интервью также будут брать у еще десяти человек. Вы сами взволнованы и неуверены в себе. Как по-вашему, что чувствуют остальные десять? Подумайте. Представьте их эмоциональное состояние. По-вашему, они не испытывающие ни доли страха или волнения, полностью уверенные в себе роботы? Конечно, нет. Возможно, они сейчас переживают в десять раз больше вас. То есть, скорее всего, все пришедшие на интервью 11 человек, включая вас самих, или, по крайней мере, большинство, очень переживают. Думая так, невольно начинаешь набираться уверенности. Верно? Следующий, четвертый этап психологической подготовки связан с нашим будущим. Часто ли вы испытываете неуверенность и страх в связи с каким-то событием в будущем или с тем, что вы должны сделать? Если да, то, скорее всего, вы концентрируетесь больше на самом этом событии, а не на том, что будет дальше. Предположим, что на носу день экзаменов. Вы боитесь и не думаете, что сможете хорошо их сдать. Я привожу пример сдачи экзаменов, но точно так же все описанное мной можно применить и к другим ситуациям. На чем вы сконцентрированы в данный момент? Скорее всего, все ваши мысли об экзаменах. Что вы напишете? Что будет, если попадутся незнакомые вопросы? Что, если вам не хватит времени? Что, если вы срежетесь? Что, если вы будете настолько взволнованы, что у вас даже то, что знаете, из головы вылетит? И все в таком роде. Если мы фокусируемся на таких вещах, то у нас, естественно, появляется чувство неуверенности и страха, так как это событие, экзамен или важный звонок, становится в нашем сознании последним моментом нашей жизни, как будто после них наша жизнь оборвется. Вот только это, естественно, не так. Даже если результат будет отрицательным, мы как-то продолжим жить, и поэтому нам стоит сконцентрироваться не на самом событии, а на том, что будет дальше. Подумайте не о том дне, в который произойдет волнующее вас событие, а о том, что будет через 5 дней после него. Полных 5 дней. Предположим, что у вас не получилось добиться нужного результата, и, например, вы набрали очень низкие баллы и срезались на экзамене. Теперь прошел не день, не два, а именно пять, и в течение пяти дней вы уже почувствовали себя плохо, поругали себя, почувствовали себя виноватым перед несколькими людьми, возможно, проплакали несколько часов и так далее. Все это было. Прошло уже 5 дней, вы потихоньку смирились с реальностью, а теперь подумайте, как продолжается ваша жизнь. Где вы сидите, кто вас окружает, о чем вы думаете, что планируете, кто вам что-то советует. Реализуйте все в своей голове, как будто все произошло на самом деле. И знаете, что случится, когда вы это сделаете? Вы поймете, что это событие, которое вызывает у вас чувство неуверенности и страха, это крошечная крупинка всей вашей жизни. Жизнь продолжается. Так как вы уже поняли, что это всего лишь небольшая часть вашей жизни и представили себе и почувствовали, что будет при плохом исходе событий, ваш страх значительно уменьшится. Избавившись от страха, у вас автоматически начнет формироваться уверенность в себе и вы будете более эффективно и спокойно готовиться к экзаменам. Пятая составляющая психологической подготовки связана с вашим внешним видом. То есть хорошо и опрятно одеваться, быть чистым и приятно пахнуть. Неважно, встреча у вас с кем-то или нет, даже если ваше интервью с работодателем будет по телефону, соответствующий внешний вид поможет вашему настрою и повысит вашу уверенность в себе. Это были пять шагов психологической подготовки к выработке уверенности в себе, но это лишь полпути. Оставшиеся 50% состоят из двух этапов, о которых мы говорили вначале. Это ментальная подготовка и практическая подготовка. В предыдущих видео мы не раз говорили, что человеческий мозг всегда боится неизвестного. Наш мозг любит точность. Значит, если у вас нет теоретических и практических знаний по данному вопросу, если вы не знаете нужных подходов, тактик, стратегий, если ваш мозг не может ничего предположить об этом, то возникает неточность и вы чувствуете себя запутанным и напуганным. Поэтому 50% повышения уверенности в себе приходится на первое – увеличение количества теоретических и практических знаний в данной отрасли. Второе – попрактиковавшись и прибавив уверенности в себе, нужно повторять эти действия в течение двух-трех недель с момента первой практики, как минимум раз десять. Вы как бы уже заложили фундамент, собрали материалы, а теперь повторяете действия при помощи сознания. И создание, пусть даже искусственных, но похожих ситуаций, вы цементируете новые знания. Могу рассказать вам, как я сам повысил веру в себя, работая в сфере продаж. Пару лет назад я начал новое дело и должен был созваниваться и назначать встречи с людьми разных должностей, работающими в крупных корпорациях. У меня был небольшой опыт в сфере корпоративных продаж, поэтому я не верил в свои способности продать товар, позвонив кому-то или встретившись с ним. Мой мозг был полон вопросов и сомнений. Что я скажу первым делом? Что мне ответят? Что мне ответить, если клиент скажет вот это? А что, если секретарь или ассистент не захочет нас связывать? Но больше всего я боялся того, что что-то пойдет не так. Мне откажут и я потеряю потенциального клиента. Я знал лишь одно. Или я начну звонить и продавать товар, или моя затея с собственным бизнесом закончится, не успев начаться. Мне нужно было как-то перешагнуть через свою неуверенность. Я начал себя готовить психологически. Сначала подумал, а чего я боюсь? Тот, с кем я говорю, тоже человек. И у него тоже есть семья, друзья, страхи. То есть нечего пугаться, ведь я разговариваю с таким же обычным человеком, как и я сам. Потом я подумал, предположим, я позвонил и получил отказ. И что случится? А что будет через пять дней? Я закрою бизнес? Да, конечно, нет. Наберу телефон кого-то другого. Плюс после разговора с этим человеком у меня появится дополнительный опыт и мой следующий важный звонок пройдет намного лучше. И потом то, что он один раз сказал нет, еще не значит, что я никогда не смогу снова позвонить этому человеку. Эти размышления значительно облегчили для меня важные звонки. Осталось только увеличить теоретические знания в этой сфере, а затем применить их на практике. Для этого я прочитал практически все блоги о холодных звонках и корпоративных продажах, которые смог найти и посмотрел большое количество видео об этом на YouTube. В дальнейшем я также прочитал две книги об этом. Андреа Уолтс и Ричард Фентон «Стремись услышать нет», а вторая книга Нила Рекхэма «Спин продажи». Кстати, это шедевр по корпоративным продажам. Последнюю книгу я, кстати, прочитал еще три раза, чтобы она полностью засела мне в голову. Кроме этого, я попросил близкого друга, долгое время работающего в отделе продаж крупной компании сделать несколько звонков рядом со мной. Это стало одной из вещей, наиболее прибавивших мне уверенности. Я своими глазами увидел, а точнее своими ушами услышал, насколько это просто. Таким образом, холодные звонки перестали быть чем-то неизвестными в моей голове. Теперь я конкретно знал, что это такое и как это делать. Я выстроил возможных покупателей от самого важного до наименее важного и, чтобы потренироваться, начал идти по списку снизу вверх. Зачем я это сделал? Я сам себе говорил, мы жертвуем ими, чтобы получить действительно важных клиентов. Так что не ожидай многого. Представь, что этого покупателя нет и не было, ты просто тренируешься на этом человеке. Так я начал практиковаться, названивая десяти фирмам, которых я отнес к числу так называемых жертв. С тех пор прошли долгие годы, и я совершил уже сотни, если не тысячи подобных звонков, что и сделало меня очень уверенным в себе в этой сфере. Вы можете применить этот метод к любой сфере вашей деятельности. Если вы будете готовиться шаг за шагом, то я могу дать вам стопроцентную гарантию, что у вас не останется ни капельки неуверенности в себе. Если вы посчитали это видео полезным, поделитесь со своими друзьями и знакомыми, страдающими от неуверенности в себе. Спасибо!